Привет! В этом видео вы узнаете о денежных законах от одного из ведущих специалистов Америки в области развития человеческого потенциала и персонального роста Брайана Трейси. Это видео изменит вашу жизнь и вы заработаете столько денег, сколько захотите, если осознаете простые законы, которым подчиняются деньги. И в качестве отправной точки накопления богатства вы должны понять, что неважно где и в какой семье родились, вы обладаете безграничными возможностями получать любые деньги. Инстардинг представляет 10 законов денег Брайана Трейси Закон изобилия В нашем мире денег достаточно для всех, кому они действительно нужны и кто готов подчиниться законам, правящим их приобретением. Вам доступно огромное количество денег, вы можете иметь практически все, в чем нуждаетесь и чего хотите. Мы живем в щедром мире и окружены со всех сторон возможностями. Ваше отношение к деньгам, установка на богатство или установка на бедность оказывает огромное воздействие на то, станете вы богатым или нет. Следствие из закона изобилия Люди становятся богатыми потому, что решают стать богатыми. Люди бедны потому, что еще не решили стать богатыми. Закон обмена Деньги – это посредник, с помощью которого люди обменивают свой вложенный в производство товаров и услуг труд на товары и услуги других людей. Следствие из закона обмена Деньги являются мерой ценности, которую люди присваивают товарам и услугам. Другие люди рассматривают ваш труд как фактор производства или стоимости. Количество денег, которое вы зарабатываете, является мерой ценности вашего вклада с точки зрения других. Деньги – следствие, а не причина. Чтобы увеличить количество денег, которое вы получаете, вы должны увеличить ценность труда, который вы вкладываете. Не обязательно работать больше, можно работать лучше. Закон капитала Вашим самым ценным капиталом с точки зрения притока денег является ваш физический и умственный капитал – ваша способность зарабатывать. Вы можете даже не знать этого, если вы еще не богаты, но ваша способность работать является самым ценным капиталом, который у вас есть. Количество денег, которое вам платят сегодня, является непосредственной мерой того, до какой степени вы развили свою способность зарабатывать к настоящему времени. Следствие из закона капитала Самый драгоценный ресурс – это время. Ваше время – это на самом деле все, что вы можете продать. Ваша способность зарабатывать во многом определяется тем, сколько времени вы вкладываете в работу и сколько себя вы вкладываете в свое рабочее время. Учитесь управлять временем. Время и деньги можно потратить, либо инвестировать. Если вы тратите их, они уходят навсегда, вы не сможете их вернуть, они становятся канувшей в прошлое стоимостью. Если вы инвестируете 10% своего дохода в развитие навыков и знаний, то повышаете свою ценность и в итоге развиваете способность зарабатывать и увеличиваете личный доход. Непрерывно наращивайте свой интеллектуальный капитал, свою личную ценность и свою способность зарабатывать. Одно из лучших вложений времени и денег – их вложение в развитие способности зарабатывать. Закон дальновидности Самые преуспевающие люди в любом обществе – те, кто, принимая повседневное решение, принимает в расчет наиболее длительный период времени. Следствие из закона дальновидности Отсроченное вознаграждение – ключ к финансовому успеху. Самодисциплина является важной чертой характера для обеспечения долгосрочного успеха. Жертва, которую вы приносите в настоящий момент, является той ценой, которую вы платите за надежность своего положения в будущем. Закон сбережений Финансовая свобода приходит к человеку, который откладывает не менее 10% своих доходов на протяжении всей жизни. Следствие из закона сбережений Заплатите сначала себе, а потом другим. Если вы в долгах и 10% слишком много для вас, начните с 1% своих доходов. Когда вы приучитесь комфортно жить на 99% дохода, увеличьте долю сбережений до 2%. Со временем доведите эту долю до 10, 15 и даже 20% от своих доходов. Закон сохранения Ваше финансовое будущее определяется не тем, сколько вы зарабатываете, а тем, сколько у вас остается. Истинной мерой того, как идут ваши дела на самом деле, является количество денег, которое у вас остается из того, что вы зарабатываете. Как можно немедленно применить этот закон? Оцените свое чистое состояние на сегодняшний день. Разделите свое чистое состояние на число лет своего трудового стажа. Результатом будет как раз то, что вы зарабатываете в среднем за год после оплаты стоимости жизни. Вы довольны полученной цифрой? Если нет, то сегодня же предпримите что-нибудь. Закон Паркинсона Расходы всегда растут параллельно доходам. Следствие из закона Паркинсона Источником финансовой независимости является нарушение закона Паркинсона. Если вы позволяете своим расходам расти медленнее доходов и откладываете или инвестируете разницу, то на протяжении своей трудовой жизни вы станете финансово независимым. Закон безопасности Чтобы быть полностью защищенным от неожиданностей, вы должны иметь ликвидные сбережения, равные по величине вашим обычным расходам за 6 месяцев. Вы должны застраховаться, чтобы обезопасить себя на экстренный случай, который вы не сможете оплатить со своего банковского счета. Закон инвестиций Прежде чем вложить деньги, проведите тщательный анализ. Это один из самых важных денежных законов. На изучение вопроса, куда вложить определенную сумму денег, вы должны потратить не меньше времени, чем вам потребовалось на то, чтобы заработать эту сумму. Следствие из закона инвестиций. Единственное, что легко сделать при обращении с деньгами – потерять их. Не теряйте деньги. Если вы думаете, что можете позволить себе потерять немножко, это закончится тем, что вы потеряете много. Доверяйте только тем специалистам, которые доказали, что умеют обращаться со своими собственными деньгами. Вашей конечной финансовой целью должно быть такое накопление капитала, чтобы проценты с инвестиций приносили вам больше дохода, чем вы получаете на работе. Закон магнетизма Чем больше денег вы откладываете и накапливаете, тем больше их количество вы притягиваете. Закон притяжения был описан более 5000 лет назад. Он объясняет значительную долю успеха и неудач во всех областях жизни и особенно в финансовых вопросах. Чем более позитивные эмоции вызывают у вас деньги, тем больше у вас будет возможностей получать их в еще большем количестве. Богатые богатеют, бедные беднеют. Вследствие закона магнетизма, сознание процветания быстро притягивает деньги в вашу жизнь. Если будете развивать позитивное отношение к деньгам и верить в их возможности и в закон изобилия, ваши эмоции каким-то образом намагничивают деньги, которые вы уже имеете, и они начинают притягивать в вашу жизнь еще больше денег, причем гораздо быстрее, чем вы можете себе вообразить. Как можно немедленно применить этот закон? Вообразите, что вы уже достигли большого финансового успеха. Обращайтесь с деньгами, инвестициями и расходами так, словно вы богатый человек, который заработал свои деньги благодаря очень острому финансовому уму. Каждый день, каждую неделю и каждый месяц находите время, чтобы поразмышлять о своем финансовом положении и поискать способы более разумного применения своих ресурсов. Чем больше времени вы тратите на размышления о финансах, тем лучшее решение будете принимать, и тем большее количество денег вы заработаете. Законы денег объясняют, как достичь финансовой независимости. Не важно, с чего вы начинаете, вы можете начать, даже если глубоко погрязли в долгах или работаете на кого-то другого. Уже сегодня вы можете начать откладывать деньги, аккуратно инвестировать, чтобы со временем рассчитаться с долгами и достичь своих финансовых целей. Сотни тысяч людей обрели финансовую независимость, начав с нуля и следуя выше приведенным законам. Единственный реальный вопрос относительно денег, который вы должны задать себе, насколько сильно вы этого хотите. Помните, вы всегда свободны в своем выборе. Вы сами отвечаете за себя. Никто не сделает этого за вас. Все всегда в ваших руках. Если вы следуете этим законам и принципам достаточно долго и упорно проявляете решимость, то ничто не сможет помешать вам достичь финансового процветания. Спасибо!